Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас февральский выпуск нашего второго сезона. Во-первых, мы сегодня начинаем с матча переигровки Кубка Англии, мы сыграли в ничью с Линкольном, вот, поэтому будем переигрывать с ними, ну так вот себе вот добавили матч. Дальше у нас интереснейший матч, кстати, против Челси, они нас вроде обыграли минимально 1-0, вот, так что будет тоже интересно. Ну и начинается у нас также раунд плей-офф Лиги Европы, и, кстати, серьезно очень нам соперник-то попался, даже мы заняли первую строчку в группе Лиги Европы, но нам все равно попался серьезный соперник, в последние годы уж точно, Севилья, которая выигрывала 3 сезона подряд Лигу Европы, вот так вот. Ну а дальше Бормут, ну слабенькая такая команда из АПЛ, ну и Вулверхэмптон тоже интересная, дальше у нас там пойдет, ну мы посмотрим по турнирам и расположениям. Так, переигровка у нас раунда 4, не напишут нам, да, сейчас это вообще какая стадия, типа. Ну если здесь по 4, каждого всего получается 16 пар, значит, 1-16, вот. Вот, поэтому Норвич уже выиграл Петербург в переигровке, ну и Манчестеринет, кстати, тоже будет играть здесь с Шеффилдом, переигровка. Так, я, наверное, все-таки, ну здесь, естественно, выпущу свой... Так, Мельников, кстати, травмировался, а надолго ли? Сейчас мы здесь глянем. Две недели, кстати, ну это серьезная эта травма. Так, поэтому мы отсюда убираем Мельникова, ну вторым самым хоть как бы и играли здесь. Я не знаю, давайте Баумгартнера возьмем, потому что он у нас еще на сезон уже, ну тут пару месяцев уже осталось его аренды, на 2 года мы его подписывали. В этом сезоне у нас вообще не выступал, поэтому пока что возьмем его с собой. А можем даже сделать вот как. Кто у нас самый лучший во втором, Вяткин либо Меломед? Вяткин либо Меломед. Вот, нам дают Вяткина сразу, если сравнивать, давайте сравним. Ну здесь, да, у Вяткина получше статистика, ну характеристики здесь, поэтому и Вяткина пока что ставим в первом состав вместо Максима. Вот. А тогда вот отсюда мы убираем Вяткина и ставим сюда вот Баумгартнера, ну у которого тоже не похоже рейтинг, кстати, 69. Поэтому вот, вот такой у нас состав на матч против Линкольна, мы еще играем дома. Так, ну и пусть они вот в такой серой, я не знаю, ну так более, без понятия как лучше будет, давайте так, пусть они во всем сером таком играют. Вот она наша расстановка, кстати, давайте сейчас это сделаем. Во втором составе у нас теперь-то будет играть именно Артем Дюба, потому что Козлов-то уже 78-го рейтинга, Дюба 77-го. Поэтому, ну вот, лучший бомбардир. А сейчас Премьер Лиги будет играть во втором составе. Вроде я так больше смотрю. 75. Так. Вроде как ничего не изменилось. Все, поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Сегодня у нас переигровка Кубка Англии против Линкольна. Мы выходим вторым составом, но с этого сезона, точнее, ну с этого матча Дюба понижается в своем классе. И из первого состава нашей команды он попадает во второй. Не только именно из-за Дюба, из-за возраста его, что у него рейтинг совпадает, но из-за того, что Козлов молодой игрок, мы там где-то 24-25, наверное, лет, качается. И рейтинг у него повышается. Престон Линкольн, переигровка 1-16 Кубка Англии. Поехали. Да, Бомгарднер у нас вроде первый раз вышел на поле, если я ничего не путаю. Почти его однофамилица. А вот и Бомгарднер, который уходит от нас. Так же, как и Константин Кучаев. А Масаковский 1-0. Отлично. 16-ая минута. Отлично. В Кубке Англии мы пока что впереди. Можем повторить прошлогодние результаты. Выиграть его, постараться. Вот. Так что на этот сезон у меня задача это выиграть премьер-лигу, ну, либо хотя бы топ-4 команд ВПЛ сделать и все. Мы попадем в Лигу Чемпионов. Ну, и так же нам надо, значит, с обороной что-то придумывать. Пишите так же в комментариях, кого бы вы хотели видеть в нашей команде. Не Алексей. А вот Бомгарднер. Свой первый гол он забивает за Престон. Он вышел в первом матче в старте и забил, друзья. 33-я минута. Из-за того, что у нас появился Александр Головин, теперь просто, ну, не было места в составе для Бомгарднера. Ну, он просто у нас сидит на скамейке практически. Ну, он вообще не играет вроде у нас. Это первый его вообще матч за весь сезон. Уже февраль, между прочим. Так что он просто досиживает свою у нас аренду. Кстати, после первого сезона он у нас попадал в команду года. Ну, и вот он забивает. Он хоть и сидит на скамейке, но у него рейтинг-то растет. В этом-то и вся суть интересная. Ну, так что круто. Бомгарднер первый гол в Кубке Англии. Отлично. 2-0 мы уже обыграем дома Линкольн. Вот просто повезло Бомгарднеру, что вместо травмированного он Максима попал в этот состав. Ну, и Жамалединов еще забивает. Это 3-0. Перед самым перерывом мы доводим счет до разгромного. Так что будет очень тяжело играть во втором тайминге. Да и в первом очень тяжело было Линкольну. Ну, очень хорошо мы сейчас отыграли все здесь. Правой ногой в дальний угол. Ну, и Жамалединов забивает свой первый гол тоже в Кубке Англии. Увидел паса Масаковского. И Бомгарднер забивает дубль. Как замечательно он играет, а? Может быть, все-таки зря мы подписывали Головина. Хотя нет. Все-таки громкое тоже заявление. Просто Бомгарднер не проиграл конкуренцию. Просто из-за рейтинга. Из-за того, что все-таки мы купили Головина. За него заплатили прям деньги. И так что мы обязаны были его выпускать. Тем более он и лучше, чем Бомгарднер. Но вот здесь сейчас Бомгарднер просто замечательно реализует свои моменты. Так что он в хорошей форме. И в реальной жизни он был номинантом на звание игрока месяца в Бундеслиге после карантина, когда вернулись они все. Так что Бомгарднер вернется в Хофенхайм, с которым мы его взяли на два сезона в аренду с хорошим действительно рейтингом. Я не помню, с каким мы его брали. Ну вот здесь, да, не точно. Передача у нашей обороны. Идивеев, но нет. Все-таки забивает Грант. 4-1. Не удалось Крива Харченко-Насха отыграть этот матч. Но очень хорошо, кстати, Идивеев отыграл. Но тут прям не повезло, что второй еще игрок у Линкольна прям был здесь. Это Миламет, кстати, здесь провалился. 12-й номер. Ну а Грант забивает свой третий гол в Кубке Англии. Ну и все равно уже вылетают они. Так что не сильно это все важно. Разгромная победа Престона над Линкольном дома. 4-1. Мы побеждаем. Дубль забил сегодня Баумгартнер. Это вроде бы действительно первый матч вообще был в нашем составе за весь сезон. Ну и лучшим игроком составом Хилл Масаковский. 9-6 у него оценка. Манчестер-Юнайте дальше проходит Брэндфорд. Прошли. Так, поздравляем с убедительной победой. Игроки молодцы. Так, с ним мы еще сильнее поддержим Миленникова все-таки на травме. Ну и Баумгартнер сыграл прекрасно. Все. На все вопросы мы ответили. Так, здесь у нас предложение по Кривохарченко. Бормут уже хочет его подписывать. Нет, мы отклоняем. Так, Буренков снять с трансфера не получается. С Кривохарченко нельзя его убрать, к сожалению. Ладно. Крупин пока что в процессе подписания с Ноттингемом уйти в аренду. Ну и вот как раз игра сейчас у нас Челси. Если мы их выиграем, у нас будет нулевое, так сказать, отставание до них. И вот Крупин в Ноттингем Форрест переходит, кстати. Ну что же, посещаем мы пресс-конференцию, посвященную матчу Престон Челси. Точнее, Челси Престон. Мы будем на Стэнфорд Бридж играть. Вяткин, да. Он теперь у нас в первом составе из-за того, что Миленников получил травму. Пусть победит сильнейший, скажем. И команда уверена в своих силах. Так. Кого нам надо, кстати? Мешков вроде, да, у нас? Или где мы это вообще делали? Так. Кого мы там из Регенов качали? Это вроде полузащитник какой-то. Мешков, да? Да, Мешкова мы, кстати, качали. Вот. Поэтому сейчас у нас игра с Челси. Играем мы на выезде. И Миленникова здесь мы тоже заменим. Возьмем с собой... Я не знаю, давайте Бомгартнера все равно возьмем. Мешков, мне кажется, еще не готов сильно играть за нас. Пусть до 70-го рейтинга дотренируется. Тогда мы, естественно, его поставим. Так. У нас матч. Ну все, вот я сейчас так быстренько тоже смотрю. У нас вот вроде все рейтингом правильные в команде стоят. Может, кстати, Шмельков, если Казанский наберет 76-й рейтинг, он обгонит Шмелькова. Вот так. Сейчас у нас лучший бомбардир Дзюба. Но теперь он не будет играть в первом составе, к сожалению. Нас обогнал еще и Тоттенхэм, кстати, смотрите. Из-за того, что мы потеряли очки. Так что нам надо просто обыгрывать Челси, уменьшать до них преимущество. Вот. Вот они нас обыграли. 1-0 вроде. Это обидно было. Вернер тогда вроде забил. Туман на стадионе. Поехали. Итак, разминаются игроки наши, именно Престона. И я, походу, да, забыл поменять Дзюбу. Два матча я посмотрел, что-то, да, как-то забыл поменять Дзюбу. Ну, ладно. Со следующей там уже вот Лигой Европы, когда начнется, мы поменяем все-таки Дзюбу на Козлова. Потому что Дзюба сейчас два матча подряд у нас отыгрывал. Мы видим Фрэнка Лэмпорда как перформанс от болельщиков. И на тренерском мостике он сейчас. Но, надеюсь, у нас получится вытянуть этот матч. Но я все-таки Дзюбу поставил чисто из-за опыта. Из-за того, что он очень много забил у нас в этом сезоне в премьер-лиге. Сейчас лучше бомбардир, поэтому пусть он пока что доиграет вот этот матч хотя бы с Челси. А там я уже поменяю его на Козлова. Дзюба вообще не реализовал. Ни один гол не забил в прошлом матче, хотя играли против Линкольна. А вот. Ну, это, конечно, это 1-0. Ловский с Чик забивает. 31-ая минута. Челси снова уходит вперед. Просто из-за нашей глупой ошибки в обороне. Вот. Могли же, конечно, и выносом, но нет. Хотели низом выйти, как-то не получилось. Поэтому мы проигрываем первой строчке снова. Теряем очки. Хотя нам это вообще никак нельзя. Ну, ну, конечно. Почему сейчас вообще не переключилось ни на одного из игроков? И пулиш, естественно, забивает. Ни на одного из игроков у меня не переключилось. И мы горим сейчас 2-0 от лондоновского Челси на выезде. Челси. Мы с ними играли в полуфинале. Кубка Англии. Мы их выиграли. Также вроде сначала мы забили, потом они нам. И мы 2-1 их выиграли. Вроде так. Опасный момент. Кулиши снова с мячом. И все. Это полностью разгром. 90-ая минута. Челси единственным своим ударом. Во втором тайме он забивает. И все. Обидно, конечно, разгромно так проигрывать, даже ничего не показав. Хотя моменты у нас были. Разгром от Челси. Проигрываем мы со счетом 3-0. Это очень было сейчас, конечно, обидно. И Артем Шмельков лучший игрок матча у нас, похоже. Вяткин не играет на должном уровне. Скажем, черно-белые полосы. Они были лучше. Ну, действительно, они сейчас идут на первом месте. Нам не получилось ничего сделать. Полный доминат, скорее всего, будет Челси в этом сезоне. Они выиграют премьер-лигу. Вот. Ну, у нас одна 16-ая лиги Европы. Качаем мы сейчас от Мешкова. До 70-го. И надо его 5 раз выпустить на замену. Полное выздоровление Мельникова. Я так понимаю. Так что вот это вот нам пауза прям хорошо дала отдохнуть игрокам. Вот так. Давайте я еще раз пробегусь, посмотрю. Может, у кого-то мы что-то и не выставили. Так. Кривохарченко. Нет, он еще не может. Не можем его убрать. Сироткин. Ну, так понятно. На Буренков здесь, может быть. Нет, не получается. Так. Мешков, Вяткин. Баумгартнер в аренде. Еще у нас до Кучаев. На трансфер. Отлично. Мы его выставили. Вот. Ждем по нему еще предложений. Так. Он переходит в аренду в Нутингем Форест. Все. Здесь вроде мы все сделали. Ждем также сейчас еще предложение по Кучаеву. Мешков 69 рейтинга становится отлично. Так что немножко нам здесь осталось его до 70 прокачать. А там будем уже качать, ну, точнее, проходить его вот это вот, чтобы он нам задание помог выполнить. За два сезона надо увеличить стоимость клуба на 30%. Сейчас уже на 66%. Ну, вот мы подпишем. Правильно же я понимаю, мы уже их подписали. Центр трансферов. Отправленные. Да, Миранчук вот 2 января. И Зобнин к нам присоединятся. Антон и Роман. Все. Отлично. Глянем сейчас еще, может, кого-нибудь найдем. Именно прям из таких классных. Джики бы я подписывал в оборону, кстати, чего бы нет. Джики бы пригодился бы действительно. Так что, может быть, мы сейчас действительно посмотрим еще Джики. У меня Полина уходит в аренду, да, она у меня в аренде до зимы, я так правильно, если понимаю. Мишин, Шмельков, Дивей в Казанске. Ну, я бы Дивеева попробовал отдать бы в аренду, конечно, потому что я бы, если подписывал именно Джики, надо самого слабого отдавать. Вот, Кучаев рад, что мы его продаем. Отлично, ждем теперь по нему предложений. Вот. Полное вздравление, да, Максима Мельникова. Здесь у нас наши мнения совпадают, все отлично. Давайте снова разберем с составом. Здесь мы, во-первых, я и Козлов теперь в нападении. Здесь у нас, ну, Мишин, понятно, младший. Но отсюда вот убираем тогда мы. Аж правильно понимаю, что он прям полностью отошел до травмы, поэтому Мельникова мы сюда возвращаем. Так, и во втором составе у нас теперь Дзюба будет выступать. И вместо Баумгарднера мы сюда возвращаем Вяткина. Все, пока что так. Пока что так. В первом составе мы играем против Севильи. Первый у нас матч еще и на выезде. Надеюсь, получится неплохо против них сыграть. Севильи и Престон формально равны к всем команды. Нельзя недооценивать, во-первых, да, Севилью. Оставляться нам нельзя. Не лучшую игру, говорят. Вина лежит на мне. Ну, мы вроде нормально. Только вот единственное поражение сейчас от Челси нам сильно прям так принесло досады. Больше ничего я такого прям сказать бы не смог. Так, мы, ну вот, прям у нас идентична такая форма с ними. Найковская, без спонсоров по центру. Туман на стадионе Рамон Санчес Пи Жуан. Поехали. Итак, Севилья. Замечательный стадион. Во-первых, у Севильи. Одна шестнадцатая. Лига Европы. Наш первый матч вообще на раунде плей-офф в Лиге Европы. Мы замечательно пока что без поражения идем в Лиге Европы. Шесть побед у нас. Ну и посмотрим, как мы сегодня сыграем. На выезде все-таки Севилья. Три сезона подряд раньше выигрывала Лигу Европы. Мельников находит паса Мишина. Мишина дает на Головина. И Головина это один но. И мы уходим вперед на выезде. Шестьдесят девятая минута. Отлично. Выездной гол. Забивает Александр Головин. Получилось все-таки отлично реализовать. Замечательно отдал на Козлова. Козлов как замечательно здесь. Оставил. И Головин. И это дубль от Головина. Отлично. Семь-шестая минута. Это 2-0. Седьмой гол Александра Головина в Лиге Европы. Супер. Все, друзья, уверенная победа на выезде над Севильей. С счетом 2-0. Классно отыграли. Два мяча на выезде мы забили. Это замечательная история. Супер. Головина лучший игрок матча, естественно, дубль забил. Мишина находится в прекрасной форме. Это про Матвея говорят. Скажем, да. Головин демонстрирует выдающийся футбол. Нужно было забивать еще 10-ки. Так, но сейчас у нас, кстати, отставание в 6 очков от Челси, в 3 до Тоттенхэма. А, нет. Вот мы даже на 4-й сейчас строчке. Нам нельзя теперь вообще не терять очки. Нас Сити может догнать, Ливерпуль нас догонять. Канада нам предлагает стать тренером из сборной. Мы отклоняем. Вот. Игра сейчас у нас с Бормутом. Как раз второй состав у меня с Дзюбой там должен забить, надеюсь. И так, домашний еще и матч. Следующий у нас, кстати, против Севильи тоже домашний. Туман на стадионе. Поехали. И так, домашний матч у нас в премьер-лиге. Играем сегодня мы против Бормута. Вторым составом. Идем мы сейчас на 4-й строчке. То есть, как и планировали, в топ-4 попасть. Так что нам сейчас нельзя ни в коем случае терять очки. Нас обогнал Челси на 7 очков, на 4. Тоттенхэм. И на 1 очко нас обгоняет Ливерпуль. И мы пропускаем. 74-я минута просто навесик на Бали. И, естественно, Бормут выходит вперед. Все, походу. Сейчас, если мы не сравняем даже, мы потеряем 4-ю строчку. Нас догонит там Манчестер-Сити. Который нам просто и так дышит в спину. Кучаев. Дзюба. Все-таки Дзюба забивает. Отлично. 84-я минута. С добиванием получилось у Артема Дзюбы. Забить гол Бормута. 24-й гол Дзюбы. В премьер-лиге. Но еще 5 минут. Остается нам, чтобы забить. Еще один постараться. Ничья. Дома у нас против Бормута. Забил Боли и Дзюба. Лучшим игроком у нас является Артем Дзюба. 7-8 у него оценка. Мельников восстановился. Почему мы сегодня его не видели? Лучше перестраховаться. Он играл с Сивилией вообще-то. Так будем отвечать. Матч получился напряженным. И я понимаю разочарование команды. Но это действительно. Мы обыгрывали Ливерпуль, Манчестер, Юнайтед дважды. Но тут просто теряем очки с Бормутом. Как-то странно. Так. Нам приходит сообщение от Буренкова. Я подумаю. Но он действительно будет доиграть против Сивилии. Посещаем пресс-конференцию. Мы 2-0 их выиграли. Поэтому сегодня интересно. Как сыграем. Домашнюю игру мы тоже хотим выиграть перед болельщиками. Все это точно сыграть хорошо. Вина лежит на мне. Все так будем говорить. Ну да. Здесь действительно стали терять очки. Раньше все матчи мы выигрывали. Первый состав у меня готов. Матч против Престона. Играем дома. У них синяя такая форма. Классная. Поехали. Итак. Ответ на игра. На нашем стадионе первый раз. Раунд. Плей-офф Лиги Европы. Итак. Поехали. Престон Сивилия. Ответный матч 1-16 Лиги Европы. Мишин с мячом. И замечательно. Вова отдает сейчас пас на Головинал. Которого не было сейчас положения вне игры. И Головин забивает третий мяч. В ворота Сивилии. В двухматчевом противостоянии. Все замечательно у нас. И неплохо. И Головин забивает дубль сегодня. Снова 4-0, друзья. 4-0 в общей сумме. Отлично. И забивает еще кто. Это кто это вообще по номеру? Ну это Козлов получается. Но если там рикошетом таким сейчас мы глянем. Может и нет. И Головин хэт-трик забивает. Это просто замечательно. Сегодня хэт-трик в прошлом матче против Сивилии. Он забил дубль. Это просто супер. Друзья, мы в одной восьмой лиге Европы. Мы вынесли 4-0 с Сивилию. Дома отлично Головин получает мяч за хэт-трик. Пять мячей. За пять ударов у него три гола. Сейчас арбитр был очень похож на Алана из Наполя. Очень прям похож. Вот поэтому мне очень охота сейчас сделать вот одну идею. Воплотить сейчас в реализацию. Чуть попозже сейчас после пресс-конференции я расскажу. Почему Дзюба так и не вышел? Потому что он играет теперь в премьер-лиге. Головин. Прекрасная игра, действительно. Нельзя терять концентрацию. Так. Нам приходят три сообщения. Кучаев как раз вот в Вотфорд. Смотрите. Предлагают 1.700. А мы можем давать до 18. Попробуем сейчас поднять цену. Так. Что нужно вообще в Вотфорду от Кучаева? Ну ладно, давайте 18 миллионов попросим. Но все-таки он действительно 22 года. У него рейтинг 74. Это очень неплохо. Подаем предложение за 18 миллионов. Ого. Они прям так и говорят нет. Давайте. 17. Это. разумная цена. Вы что, серьезно? Я дам 16. Если они скажут нет, ну и нет. Потому что ну не стоит столько Кучаев, сколько нам сейчас показывают. Ну что, серьезно сейчас ждет, чтобы я... Ну он сейчас психанет, скорее всего, уже скоро. Именно может быть даже сейчас. 15 миллионов. Все. Ну до свидания. 18 миллионов будет вот такая цена у Кучаева. Но он не стоит 9,5. Вообще ни разу. Так. Игра вдохновляет, скажем. Вот. Сейчас мы на пятой, да, все-таки строчке. Мы упали. Мачаев Сити нас обогнал на одну очко. И на сколько на 3 очка нас догоняет Эвертон? Ну, у нас фора. Задачи не выполняются. Кривохарченко. Так. Шальски за 23. Нет. Прям что-то они ровно 23-23 говорят. Миллионов. Но нет. Так. Давайте статистика команды посмотрим. А зайдем в Лигу Европы. Вот. И найдем здесь Северию. Вот. И кто лучший прям был игрок? Ну, это Абдулай Дукуре. 70 у него был. А почему они два матча так отыграли? Они что из Лиги Чемпионов получается вылетели, да? Я сейчас гляну. Так. Ну, вроде да. Мы что-то как-то смотрели. Сейчас я гляну. Лига Чемпионов. Севиля. Вроде как. Третья строчка. Да. Вот. Севиля вылетела из Лиги Чемпионов в группе. Кстати, они должны были вот здесь проходить. Брюги. Их обогнали. Давайте тогда Абдулай Дукуре посмотрим. Все-таки будем так немножко тоже смотреть. Дукуре. Вот Абдулай Дукуре. 28 лет ему. 83 рейтинг. Добавим в список. Это так. На всякий случай. Можем его подписать. Ну, самого лучшего игрока из той команды, которую мы выбили. В этом плане. Ну, еще давайте также посмотрим. Именно лучшего игрока. С кем мы играли на группе в Лиге Европы. Так, мы играли с Ласком и Рейнджерсом. Значит, сейчас я захожу, посмотрим лучшего игрока Ласка в Лиге Европы. Вот Ласк лучший игрок здесь. Анаеву, да. Анаеву я запомнил. И Рейнджерс. И теперь мы сейчас еще глянем. Анаеву. И в Рейнджерсе это Мёрфи. Анаеву и Мёрфи. Просто для интереса посмотреть, почему бы и нет. А, может быть, мы бы их подписали. Анаеву, скажем, посмотрим. 180 японец. 25 лет. И Мёрфи там был какой-то. Мёрфи. Лфа-шник вроде. Джейми Мёрфи. Это же. Вот Джейми Мёрфи. Ну, тоже глянем, хоть и мой 31 год. Ладно, посмотрим. Вот. В конце выпуска мы с вами посмотрим на жеребьевку Лиги Европы. Как она прошла. Сейчас у нас игра против Лорхэмптона. Мы играем на выезде. Ну, замечательно. Вот так вот форма классная ещё подобралась. Против Лорхэмптона мы играем. Поехали. Итак, замечательный стадион. Малинейк Стадиум. Вроде так называют у Лорхэмптона. Наша игра в премьер-лиге. Мы сейчас на пятой строчке. Да, Малинейк Стадиум. Но, друзья, если мы сейчас все силы вложим именно в Лигу Европы, мы можем постараться выиграть. Лорхэмптон Гайле. И пропускает у нас, естественно, Кривохарченко. Ну, очень хорошо играл Лорхэмптон. Ну, вроде. Также пропустили от Лорхэмптона, когда играли дома. Но мы победили с счетом 2-1, вроде. Либо 3-1. Тогда Фяткин забил, вроде, тоже на последних минутах, на 90-е. И довел счет просто до разгрома. Ну, уверенная победа, а не минимальная. В четверть и на льда они вылетели. Дзюба. Ой-ой-ой. И какой красивый гол. Шедевр забивает Дзюба. Перебрасывает. Все-таки он... Руй Патрисио. Классный гол получился. И Дзюба забивает. Снова причем. В прошлом матче в премьер-лиге он тоже. Ну, Дзюба тоже. За то, что он такой массивный. У него немножко неудобно играть. Но как-то мы все равно получалось забивать за него. И сейчас даже. Да? Да. Дзюба забивает дубль. Мы выходим вперед. Это отлично. Артем Дзюба. Просто шикарный. Игрок в нашем составе. Забивает 3 мяча в последних двух матчах в английской премьер-лиге. Бормуту забил на последних минутах. Сравнял счет 1-1. Ну и сейчас забил. Гол сравнял. И вывел нас вперед. 26-й гол Дзюбы. Вроде как на 3 должен опережать Кейна. Минимальная победа Прессона над Луэрхэмптоном. Валевая. Проигрывали причем еще. Но благодаря дублю Артема Дзюбе еще в первом тайме мы выиграем этот матч. И вроде как дважды мы уже обыграли в Луэрхэмптон в этом сезоне именно в премьер-лиге. Все это последний у нас был матч на сегодняшний выпуск. Интересный, конечно, был. Ничего не скажешь. И поражение Челси и ничья с Бормутом. Разгром для Сибири мы сделали. Все замечательно. Вот. Ну то, что теряли очки, конечно, в АПЛ это очень обидно. Получается, 5 очков мы потеряли с Челси. 3 и 2 с Бормутом. Так, ну это уже в следующий месяц, сразу говорю. Что у нас здесь? Малкин еще не может. Кстати, вот Борисенко может. Переводим его в нашу команду. Вот. Нам надо его сейчас сдать тогда в аренду. Горжусь тобой, скажем, про Дзюбу. Так, Борисенко. Борисенко наш молодой игрок, которому сейчас цопник. Добавим сразу его в аренду. С рейтингом 60 мы добавляем Регенов в команду. И, может, сейчас все-таки мешков 70? Нет. Ну, значит, в следующем выпуске будем пробовать, во-первых, докачать Борисенко. Тут одна, наверное, ему тренировка нужна. И будем также в следующем выпуске уже пробовать выпускать его. Так. Спасибо, тренер. Пожалуйста. Так. Сейчас мы узнаем с вами, подведем все итоги, во-первых. Кривохарченко. Предложение из Челси. Но что-то оно, кстати, меньше. Не знаю почему. Он никак хуже не стал играть. Но все равно. Предложение от Челси дешевле было. Сейчас, на данный момент. Так, мы начнем. Сейчас посмотрим чуть попозже расписание, во-первых. На следующий выпуск. Мы подводим итоги выпуска. Сейчас мы на четвертой строчке. Из-за того, что Манчези-Сити матч в запасе. У нас 63 очка. Мы сравняли с Ливерпулем. Но и у них матч в запасе. Челси отрывается просто по полной. На 9 очков получается. Вот. Идем дальше. Суперкубок за нами. Это понятно. Кубок Англии мы играем уже получается. Это 1-8. Если все правильно понимаем. Игром с Останвилой. Это неплохой вариант. С Останвилой мы вроде играли в чемпионшипе. Здесь ничего не путаю. Кубок Араба выиграл здесь Ливерпуль. Со счетом 1-0 обыграв Манчестер-Сити. Так. Здесь Ливерпуль 2-0 Мью выиграли за суперкубок. Здесь, кстати, вот. Точно еще никто не вышел. Но вот результаты вы прям так можете быстренько посмотреть. Все. Идем мы дальше. Это 1-8 Лиги Европы. Мы играем против Порту. Это, кстати, интересно. Порту, мне кажется, намного легче будет, чем Севилья. Та же Порту. Сейчас мы глянем, как они вообще. Они прошли Манчестер-Юнайтед. Кстати, Порту выбили Мью. Это интересно. Они 2-1 проиграли Юнайтеду у себя дома. И 3-0 разгромили на выезде. А где Порту вообще? Откуда они появились? Мы тоже сейчас глянем. Вот. Они вообще вторую строчку заняли в группе с Фейнородом. И тут их могла еще и Славя обходить. Ну, ладно. Но мы могли сейчас с Мью, получается, играть. Это хорошо, что играем именно с Порту. Смотрим на наше расписание в следующем выпуске. Так. Останвилла. Потом Ливерпуль. Чемпионат. 2 матча в Лиге Европы против Порту. Еще и матч с Тоттенхэмом. Ну, то есть, вот Тоттенхэм, Ливерпуль и 2 матча с Порту. Самые важные в следующем выпуске. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Нажимайте на колокольчик. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok